И в это время активисты народного контроля провели контрольную закупку молока. Цель выявить фальсификаты. Результаты обещают быть громкими, однако появятся лишь через две недели. Максим Васильев тоже вышел в рейд. Владимир Владимирович Путин сегодня говорит, надо увеличить продолжительность жизни. И одно из критериев это питание населения качественными продуктами. Поэтому как раз один из пяти ударов этого проекта народный контроль обратить на качество продукта питания. Депутат горсовета Татьяна Солодина объясняет причины контрольной закупки. Объект исследования не продавцы, а производители. В прошлый раз, говорит она, проверяли масло, народная экспертиза неприятно удивила. Оказывается из шести видов четыре были просто опасны для употребления. Теперь настала очередь молока. Правда в народном уже давно выбирают наше преимущество здесь у республиканских производителей. Потихоньку процент наших участников растет. Потому что, будем говорить так, это занят. Или приходят и говорят, что так и так. Поэтому я думаю, что это хорошая профилактика и для работников сферы торговли, для жителей нашего города. Я думаю, что это нормальное явление, полезное. Есть факты для оформления, скажем, уже из-за нарушения, когда даем органы милиции. Каждого вида молока народные контролеры берут по две пачки, чтобы было больше сырья для независимой экспертизы. В гипермаркете лента для контрольной закупки одно раздолье. Здесь молоко и Кировское, и Вологодское, и Московское. Впрочем, народный контроль не фискалы и не каратели. Главное в нашем деле профилактика, говорят общественники. Хотелось бы ожидать лучшего, но по тем контрольным закупкам, которые были по МАСЛу, думаю, что тоже будут какие-то отклонения под ГОСТу. Все равно сейчас в наше время всякое возможно. Результаты народной экспертизы будут известны максимум через две недели. А там, глядишь, подоспеет время новых контрольных закупок. В мае объектом пристального изучения людей с красными повязками станет мороженое и его составляющая. Максим Васильев, Олег Жуковский, телеканал Юрген, Сыктывкар.